Тульский Токарев – это первый самозарядный пистолет советского производства, поступивший на вооружение Красной Армии в 1930 году на замену устаревшего револьвера «Наган». В основу пистолета легла конструкция американского аналога «Браунинга». Однако в отличие от оригинала, разработка советского оружия пошла по пути значительного упрощения и дешевизны. ТТ отличали грубоватость конструкции, низкая стоимость производства, легкость в обслуживании, надежность и удивительно мощный для пистолета патрон, классический ТТ, рассчитан на 8 патронов калибра 7,65 на 25 мм. Дульная энергия пули составляет 500 джоуэлей. Вес полностью снаряженного оружия достигает 0,94 кг, причина забвения кроется в излишней мощности оружия. Высокоимпульсный унитарный патрон, ТТ, с длинной малокалиберной пулей, обладает избыточной пробиваемостью, но низким останавливающим действием. На практике это выражается в том, что пуля пробивает незащищенного бронежилетом человека насквозь, оставляя аккуратное сквозное отверстие. Если у противника не были задеты болевые точки и оказались не повреждены жизненно важные органы, то прежде чем ослабнуть, он продолжит сопротивление. Патрон от конкурента, пистолета Макарова, обладает большим калибром, но меньшей мощностью, он малоимпульсный. Дульная энергия пули всего 350 джоулей. При попадании в человека такая пуля чаще всего остается внутри и наносит обширные повреждения. Кроме того у ТТ был ряд недостатков. Пистолет не имел предохранителя, в безопасное положение перевод осуществлялся полувзводом курка. Случаи непроизвольного выстрела случались относительно часто, что для оружия недопустимо. У него непроизвольно выпадал магазин. Форма рукоятки оружия была очень неудобной. Разборка в полевых условиях была сложна и требовала много времени и необходимого подручного инструмента, в наставлении предлагается воспользоваться краем магазина. Впрочем, ТТ продолжал использоваться в силовых структурах вплоть до конца 1990-х годов. Гораздо дольше пистолет продержался на вооружении Ирака, Египта, Китая, Вьетнама и некоторых других близких бывшему СССР государствах. Подпишись на канал и поставь лайк.